все белым бело вновь зима пришла только сегодня показывал кучку маленькую доброе утро всем здравствуй зима минус 2 градуса вчера минус 4 был вот столько снега уже на мелом иметь вот еще ну и погода в этом году ужас эти девочки у нас творится машины все занесенные вот соседская машина стоит полностью скоро по крышу заметит саша пошел свое копал и у нас уже это снегоуборочные машины приехали дорогу чистят вот это да в жизни не думала в жизни не думал все только радовалась снега чуть-чуть осталось дочка говорит я сегодня еле на работу прошла еще посмотрите метет мчс только успевает присылать не выходите из дома ну а снегоуборочные машины чистят обалдеть вот за ночь за день наваливаем хотели магазин сходить решили не выходить куда нафиг надо он чем сугробы вот это аномальная погода в этом году обалдеть ай а я с рассадой занимаюсь видите что у меня тут хавоз какой рассаживаю вот эти рассажу и потом будет сложнее мне их рассадить они будут болеть больше пока маленький еще рассажу александр иванович ждал ждал когда ирина викторовна начнет кушать готовить решил меня сегодня побаловать супом с консервой ты уже там чё картошечка да да а чё это а как чё это вот ты не спросил я не подсказал надо было в кастрюлечке это все обжарить потом кипятком залить и потом уже все положить но я вот обжарил как говорится помою я это большая разница не по вашему сделал ну да чё читаешь где приготовили где едут какая тебе разница все равно будешь есть гельку купил в томатном соке что ли ну ладно время-то к обеду я-то еще терплю а он уже кишка блудит ты чё еще и макарошки эти бросишь а может лучше лапшичку ну ладно не буду учить учить ученого только портить так что вот девочки 23 марта к нам пришла зима метет прям метет но я люблю такую погону хотела пойти погулять но я так устала с рассады видите базилик у меня какой базилик мало того сейчас вот закончить надо так еще потом здесь убирать все мыть так открыли баночку тушенки к халяле вот смотрите какой кусок лежит кусок какой лежит прям кусок говядины сейчас сашинами иди там прямо с дрожалочкой там там кушать готовит сейчас я покажу у меня зрительницы просил показать баночку индейки про которую я говорила русском у нас одна баночка еще осталось сейчас покажу как она выглядит как она выглядит вот она вот она как выглядит индейка индейка тушеная русском 74 рубля вот видите прям открывается так это в победе так что сейчас наверное все разобрали привезут еще я надеюсь вот так выглядит русском вот зима пришла на улице так тепло сейчас поедем опять в Ростелеком я там запись кое-как какие нашла у себя в склерознике потом расскажу вам так просто телеком не попали мы попали зато в Газпром в наш горгаз простояла я там в очереди нет не в очереди а вообще оформляла договор на газ у нас газовая компания поменялась никого народу не было никого народу я одна Саша сколько времени полтора часа как полтора часа постоял то полтора часа ну мы приехали пол-одиннадцатого время третий час ну пусть мой магазин заехали ну в двенадцать начало и это закончилось полтора часа короче стояла ну около двух часов я стояла оформляла на две квартиры договор это у меня и так болит вот эта правая рука сколько я писал Саша за мной заходил он сидел на меня в машине и ждал он три раза заходил потому что уже наверное терпение у него заканчивалось и он заходил и смотрел меня там не он успел машину помыть да он успел машину помыть из лужи что ли Саша ой у нас же такая погода же ой вообще кошмар сейчас дождь идет с утра снег валил вот зашли потом уже мы оголодали там а с голодных глаз то в магазин нельзя ходить ну вот зашли зашли в апельсин за картошкой купили там картошки взяли похвестневская это в упаковке 20 рублей килограмм да Саша так получается вот я не знаю сеточка короче вот лучок купили репчатый зашли в наш местный магазинчик это фамильные колбасы на сороковом вот такие курнички берем я говорю курнички стали стали меньше по размерам были побольше там же купили сметанку татарскую очень важная корова в апельсине купили 4 груши прям мягкие в апельсине купила я бразильский орех Саша это не для тебя орех это женский орех тут селе два орешка в день вот помою просушу и буду два орешка в день лук зеленый купили тоже фамильные колбасы это купила значит панировочные сухари хочу хрустяшку сделать на рынке купила огурцы вольная солянка 300 рублей килограмм 300 рублей килограмм Саша и также в кротовском магазине вот эти вот там и фамильные колбасы и кротовские колбасы купила нашу местную продукцию мяч от мячина это вот чайная колбаска одна это сосиски Дима надеюсь завтра придет в гости из индейки 450 рублей килограмм это я запомнила потом как краковская она по-другому немножко называется вон кренделечек да как он называет кавказская кавказская я думаю чуть она не не острая тоже не помню и вот так пахло вот так пахло вот такую вкусняшку но Марина сейчас увидит она меня конечно прям это застрелит да Мариночка далеко живешь а жрать хочет каждый день извините за выражение ну и там же в Кротовском продают выпечку прям наисвежайшая выпечка вот такой вот кренделек с маком пирожок видите какие пирожки это нам наверное на двоих а если б было трое на троих бы поделили один пирожок с яблоком а второй пирожок с луком с луком с яйцом с яйцом вот такие были покупочки сейчас мы такие голодные разогреваем супчик который Александр Иванович вчера сварил из консерв вот что значит мужчина варит видите потёки я такой не допускаю сразу вытираю держи чё да ничего ничего не за собой плиту не вымыл вчера нормально всё ну-ка посмотри с вами глазами бесстыжими ты почему плиту за собой не вымыл вчера устал наверное два раза вчера готовил ну твой день вчера был мужской посмотрите плита какая я это не люблю сейчас вот покушаем и начнёшь мыть да конечно сейчас вот сейчас вот может ты сначала помоем плиту потом разогреть ты давай это самое тут мне не это и не то и не то поешь и помышь плиту Саша обязательно я в Гургазе писала 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 мои рученьки устали девчонки даже некогда было вот так вот охота прям вот достать было камеру вот и снять ну ты Санёчка сейчас нальёшь на эту вот ну а чё ты зачем ты посудную это не убрал нальёшь сейчас нифига себе эту кашу какую-то ты накладываешь я с договорюсь половником врежет я сегодня устала как будто я работал целый день на стройке а ты бы вот постоял бы там пописал посмотрел бы янце что с собой с тобой бы было у тебя вообще был бы инфаркт микарды вот такой два рубца было бы ну всё будем сейчас обедать готовим ужин вот две грудочки у меня было остов я уже положила в бульон здесь уже закипел первый бульон я слила мясо промыл кастрюль промыла а с этих филешек завтра будем готовить сейчас я их замариную я филешки раскрыла она же вот такая вот была вот я аккуратно так разрезала их раскрыла сейчас отбивать не буду просто замариную завтра отобью завтра хрустяшку сделаем покажу вам все а сегодня это будет соль перец соевый соус лимон сегодня не купили сегодня хоть и коронавирус везде мы были в горгазе так вам не видно там что у нас здесь у нас лужи черные лужи не пройти не проехать проехать можно Иваныч в печали сидит что у тебя в печали сижу жду когда мне картошку пожарят какую тебе картошку еще пожарят ну ты сказал сейчас я тебе ее обжарю или ты уже забыла нет я не забыла просто руки пока не доходят вот в горгаз мы плодотворно сходили я вам говорила уже почти два часа бумаги только писала на две квартиры ну все остался теперь еще раз телеком у нас мы сегодня его уже не осилили завтра мы их отобьем и обжарим покажу а это я варю бульон второй бульон сейчас буду заливать воду лук морковка соль завтра тоже будем думать что сварить с этого бульона представьте себе чем занималась лежала у меня давно вот эта штучка купленная в фикс прайсе но она была просто обыкновенная вот полотнище у цепторовской доска сейчас выкинули поролон который там уже весь изнахразился шила на руках подшивала вот такая штука посмотрите она вся пришла в негодность на свет не видно вот такая вот и вот поролон содрали и вот эта штука из фикс прайса мне пришлось подшить ее вот вот эти вот края завернуть вот эти вот края завернула на руках потому что машинку надо снимать она у меня вот там этот цветок надо убирать машинку снимать а я одна дома была ну в общем вот так натянули шнур и вот так получилось у нас это гладильная доска с тремянком без поролончика но она там с небольшим утеплителем не знаю за 77 рублей покупала не помню уже но в общем пригодилась Саш поставь мне ее как доску потому что я одной рукой никак санек пришел из гаража замерз до соплей у нас там снег идет опять так вот она выглядит разгладится еще только натянули вот дешевенькая вот эта вот поверхность она тоже она тоже я не знаю что за материал такой надеюсь не прожгем утюгом по-быстрому у нас день весна день зима видите что снег идет ноль идет снежок вот такой вот чехол фикс прайсе купила на гладильную доску здесь прям вот посмотришь прям вот идеально все но нет приходилось сгаляться подшивать посмотрите смотрите какие хлопья снега у нас идут сегодня 25 марта ну и на дорогах каша каша малаша проклюнулись мои помидорки тщедушные пока пока это пока вот так на них посмотришь думаешь господи ну что с них вырастет но я думаю что все будет хорошо базилик у меня там надо его полить рассадила я вот из этих емкостей вот таких вот из общих все в индивидуальные стаканчики а там осталось кому-нибудь отдам потому что в этом году прям вот семена все взошли прямо ну жалко выкидывать а солнышко так и нету какой будет тут солнышко такие осадки то снег то дождь то снег то дождь и и и и и и девочки в этом видео хочу поблагодарить своих зрителей постоянных комментаторов передать вам всем привет и сказать огромное спасибо что смотрите наше видео и хочу поименно всех поблагодарить потому что многие смотрят мало кто комментирует поэтому хочу выделить самых таких моих любимых комментаторов и уж извините девчонки если кого-то кого-то вот сегодня я подзабыла у гостях у любашки у бабушки любашки большой привет Селена Аннаше Лена Лис спасибо девочки за ваши советы буду конечно применять все что возможно и Мася сделаю Ирина Трофимова большой привет семья Борисовых влог Татьяна 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 Новикова из Беларуси Марина Марина Мансурова Валентина Кочур выздоравливай Валюша Наталья Королькова Ольга МС Света ТК Инна Ковальчук Ольга 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 Барбина привет огромный Рене 20 12 Света Манукян Ирина 42 Рус Валентина К Наталья Игро Марина Ц Татьяна Прокофьева и Марина Синельникова вам огромный привет а также моей Свахе Людмиле Протковой большой большой привет тебе я знаю что вы смотрите комментируете спасибо вам большое начала вязать еще одну куколку это уже будет третья по мастер-классу Ирина Рогашовой первую куколку я связала у меня ее сразу забрали вторую куколку связала ее тут же купили спасибо девочки большое вам сейчас вот ножки связала видите здесь получается коленочки выемка вот здесь коленочка вот так вот проволоку приготовила я сразу вяжу две ножки чтобы они были одинаковые проверяю прям чтобы одинаковые были вот ступня набита уже сейчас вот так приготовила проволоку я ее вставляю в середочку до пятки и потихонечку начинаю набивать синтепухом а потом дальше продолжу вязать еще ножка будет вот так вот до попы вот и в каждой ножке будет вот такая проволока потом уже когда попу будем вывязывать мы эти две ножки вот так вот соединив каркас и уже каркас куколка будет на каркасе у нее будут согибаться ножки в коленочках и также будут ручки тоже на каркасе так я вяжу своих куколок и не успеваю я благодарить Ирину Рогашову за такой подробный мастер-класс спасибо большое тебе Ирина спасибо 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 спасибо